Ну что ж, всем привет. Круто, что интересуетесь темой веб-сокетов. Хотел бы сразу задать вопрос. Поднимите руки, кто использует веб-сокеты в продакшене? Именно в продакшене. Окей, ну где-то 20% аудитории. Сегодня я буду рассказывать о том, как скорее больше каких-то архитектурных практиках, подходов, которые можно применить даже, наверное, не только на Java. И я сегодня буду говорить о том, как именно правильно веб-сокет готовить, если у вас такой продакшен-продакшен. Сегодня я буду показывать какие-то примерчики в коде. Я буду использовать, в принципе, обычную CoreJau практически и Spring. То есть никаких таких хардкорных технологий использовать не буду. Если какие-то вопросы есть, задавайте по ходу дела. Если вопрос будет переходить в какую-то более длительную дискуссию, давайте оставим это после доклада, потому что может не хватить времени. За лучшие вопросы, комментарии я буду давать призы. Вот они здесь. Есть майки, есть кепки. Поэтому активно участвуйте. Ну что, поехали. Меня зовут Костя Слесенко. Я работаю в компании EPUM. Я где-то примерно около 8 лет Java. И последние года 3 я работаю на проектах, связанных с трейдингом, где мы используем веб-сокет. Когда мы говорим о трейдинге, мы подразумеваем что-то вот такого плана. То есть поднимите еще руки те, кто когда-нибудь пробовал либо биткоинами торговать, либо там Forex, вот такие приложения немножко есть. Ну тогда поясню. Когда мы говорим о каких-то трейдинговых системах, то мы имеем в виду вот какой-то такой фронт-энд, где очень много всяких графиков, каких-то циферок, там все меняется постоянно. И для этого мы используем веб-сокет. Но веб-сокет это не только трейдинг, это может быть любое интерактивное приложение. К примеру, Uber. Вы заказываете Uber, и вы видите, как машинка передвигается по карте. И то есть означает, что сервер постоянно сообщает вашему приложению координаты. И пользователи, они предпочитают интерактивное приложение. То есть сейчас уже вот 2018 год, и делать что-то такое статическое, которое надо кликать пользоваться или рефреш-баттон, это вообще не круто. И для вот всего вот таких вот типов приложений веб-сокет это в принципе стандарт де-факто какой-то сейчас. Примерно 20% людей использовали веб-сокет в продакшене. Я поэтому немножечко поясню. Давайте вначале посмотрим, что же такое веб-сокет, откуда там растут ноги, прежде чем перейдем к каким-то high-performance системам. Итак, веб-сокет это транспортная технология. Это какой-то протокол, который позволяет общаться между двумя системами. Но основной юзкейс это, конечно же, какой-то веб или мобайл фронт-энд и какой-то бэк-энд. Как это все начинается? Мобильное приложение или веб-приложение отправляют запрос на сервер. Это обычный HTTP вызов с предложением, давайте начать работать по веб-сокету. Сервер отвечает, что окей, веб-сокет поддерживается. И дальше они начинают обмен данными в две стороны. То есть дальше уже они работают по обычному TCP. То есть HTTP уже закончился. Поэтому веб-сокет нам что дает? Он дает нам постоянное соединение. Это круто. Нам не нужно делать эту долбежку request-response. Мы можем открыть соединение и постоянно обмениваться данными. Это круто с точки зрения перформанса. Также веб-сокет нам предоставляет возможность обмениваться данными в двух направлениях. То есть мы можем как и с клиента на сервер делать запросы, но в принципе мы и так могли с помощью HTTP обычного. Так и мы можем с сервера стримать данные на клиент, как только они там поменяются. Веб-сокет нам это всего лишь транспортная технология. Он не говорит, как мы будем, что мы будем передавать. Мы можем передавать все, что угодно. Мы можем хоть картинки передавать, хоть текст, JSON, все, что угодно, любые данные. И веб-сокет основывается на TCP IP. Он обеспечивает гарантированность доставки. То есть все, что мы присылаем, оно должно дойти в том порядке, в который мы присылаем. Нам не надо как-то это обрабатывать. Но в то же время веб-сокет это всего лишь какая-то транспортная технология. И она не говорит нам, например, как построить API и какой протокол использовать. То есть, к примеру, как HTTP нам не говорит, как сделать красивый API, поэтому много очень дискуссий про то, как построить REST API, как это все красиво сделать. Так и веб-сокет нам не говорит. Поэтому мы должны сами придумать, какой будет API. И мы должны придумать, скажем так, application-level протокол. То есть в каком виде мы будем передавать данные. JSON это будет не JSON, XML, все, что угодно. По поводу всяческих фейлов. Да, он основывается на TCP API. Он может, в принципе, нам какой-то фейлчо-хендлинг делать. Например, если у нас замедляется соединение ненадолго, то, в принципе, пользователь может даже не заметить. Но веб-сокет он скорее это делает в таком очень простой реализации. Он будет просто пытаться до победы. Вот если мы какой-то большой кусок данных, там, гигабайт, пытаемся в браузер наш отправить сервером, он будет весь этот гигабайт пытаться переслать. Он не будет как-то оптимизировать, что-то выбрасывать, ничего ограничивать, ничего не выкидывать. Также, если случится дисконнект, то веб-сокет просто отключится, он даже автоматически не будет переконнекчиваться. Поэтому я бы сказал, что такой core веб-сокет, он нам только базовый какой-то фейлчо-хендлинг делает. Нам надо наворачивать. И также веб-сокет не позволяет нам выставить какие-то лимиты. Например, сколько мы хотим данных в секунду максимально передавать, чтобы не завалить фронт-эн-приложение. Или сколько мы хотим сообщений в секунду передавать. То есть он просто передает, чтобы мы не отправили сервер на клиент. И, в принципе, почему именно я решил подготовить этот доклад, потому что очень много докладов и очень много информации о том, как построить REST API, как сделать что-то такое request-response, используя Spring и так далее. Но я практически нигде не видел докладов про то, как на веб-сокетах делать архитектуру. И скорее веб-сокетные доклады встречались, возможно, когда веб-сокет только появлялся, был такой хайп. Но больше рассказывали о том, что это такое. Но там Hello World на веб-сокет написать, это не сильно сложно теперь. Он же везде поддерживается. То есть скорее я буду рассказывать о том, как построить архитектуру приложения на веб-сокете, чтобы хорошо скейлилось. И вот видя все вот эти вещи, которые в стандартном веб-сокете нету, нельзя так просто сказать, что мы можем взять нативный веб-сокет, написав Hello World, и просто на нем уже построить какую-то большую систему. Мы должны вносить какие-то улучшения архитектурные. И сегодня мы с вами рассмотрим, как из такого базового веб-сокетного бэкэнда, который использует практически там, как веб-сокет Hello World Spring, если вы загуглите, как с помощью серии улучшений перейти к high-performance бэкэнду, который может тянуть, например, тысячи пользователей. Итак, вначале давайте поговорим о том, что же такое базовый веб-сокетный бэкэнд. Представим себе, вот какой-то у нас есть сервер. И к нему подключаются клиенты по протоколу веб-сокет. И когда мы говорим о протоколе веб-сокет, скорее у нас будет подключение типа subscribe и receive, то есть publish subscribe. То есть вместо того, чтобы посылать request-response, request-response, мы один раз подписываемся на данные. К примеру, мы хотим получать котировки акций. Или, например, цену биткоина мы хотим получать. Мы говорим, присылай нам, пожалуйста, цену биткоина. И сервер будет нам присылать изменение цены. А потом, когда нам это больше не надо, мы будем отписываться. Говорит, а теперь не надо, мы хотим отписаться. Вот скорее в таком паттерне ведется работа с веб-сокетом. И с другой стороны у нас какой-то источник данных. Если у нас финансовое приложение, это может быть какая-то биржа, то есть что угодно, откуда мы берем данные. Как мы с этим источником данных работаем, какой-то протокол сейчас значения не имеет. Это может быть тот же веб-сокет, TCP, IP и что угодно. И смысл веб-сокет сервера будет заключаться в том, что, например, он берет данные из вот этого источника и просто перекачивает их на клиент. То есть, к примеру, какой-то вот мобильный клиент решил подписаться на цену акции, это какое-то финансовое приложение у него. Вот мы хотим посматривать, сколько стоят акции Apple и IBM. И они постоянно меняются, постоянно торги идут. И вот мы подписались на эти данные. Они нам приходят по мере изменений, мы их отображаем. Если это какой-то другой клиент, он тоже может на что-то подписаться, на какие-то данные. Сервер будет ему их засылать, а клиент уже будет отображать их в виде всяческих графиков, каких-то циферок и так далее. Давайте посмотрим демку. Вот у меня есть Spring бытовое приложение. В код я немножечко попозже покажу. Пока что у нас просто будет… Мы просто с вами посмотрим, как это выглядит. Вот. Здесь я сделал такое простое демо-приложение. То есть у нас какие-то рандомно сгенеренные данные. Это нереальные цены. Представьте, что мы с вами финансовый трейдер, мы хотим торговать на рынке акций. И вот есть какие-то графики, которые отображают цену. Есть какая-то табличка, в которой тоже отображаются данные. Цена. Когда циферка изменяется, я сделал подсветочку таким желтеньким цветом. То есть это все рандомно сгенеренные данные. Теперь вопрос. Скажите, кого здесь что-то смущает в плане юзабельности? Поднимите руки и выскажите мнение. Да, пожалуйста. Все верно, отлично. Это правильно. Тебе приз. Ну, вполне себе можно заметить сразу, что человек, он не может воспринимать данные вот так быстро. Но ведь на бирже у нас торги могут происходить там сотни раз в секунду, к примеру. А мы хотим, в принципе, как-то тоже актуальную финансовую информацию получать. Но человеку мы можем показывать изменения, ну, три раза в секунду, например. Больше, чем три раза в секунду, уже, скорее всего, человек не будет воспринимать, он устанет. Поэтому, что происходит вот в этом приложении, это можно примерно вот так вот выразить. То есть у нас какая-то есть плотина, мы ее взяли, убрали. Весь этот поток данных, весь этот поток воды вот так вот на пользователя так бах, и все. И пользователь просто не знает, что делать. Но что же мы будем делать здесь? Нам надо как-то уменьшить данные. И если слишком много данных, такой капитанский совет, пробуем их уменьшать. Но давайте послушаем нашего капитана. Первое, что мы сделаем, это уменьшим частоту отображения. То есть сделаем не там сто раз в секунду, как есть, а сделаем хотя бы там три раза в секунду, чтобы показывалось. Окей. Мы решили, что надо как-то реже показывать данные. Теперь второй вопрос. Если у нас, например, на бирже сто раз в секунду данные обновляются, то как же мы уменьшим эти данные? Давайте так по одному. Фильтровать сообщение был вариант. Еще. Да, пожалуйста. Агрегированную историю. Отлично. Бэтчим. Но мы будем эти сто раз в секунду все равно все слайд, правильно? Я понял. То есть как-то агрегировать бэтчем. Еще. Все верно. И давайте с этой части зала. Последняя слайда. Отлично. Очень классно. Столько много было мнений. Наверное, призов тут не хватит на всех. Поэтому давайте на что-нибудь другое дадим. Все правильно. Вот у нас есть поток данных. Например, там 10 сообщений в секунду, сколько. И мы просто берем, некоторые удаляем. Мы некоторые не будем высылать. Мы будем высылать меньше. И вот такая техника называется ресэмплинг. То есть ресэмплинг говорит, берите все сообщения и какие-то просто выкидывайте. Все отправлять не надо. Больше ресэмплинг ничего не говорит. Он не говорит, как выкидывать, что выкидывать. Мы что-то должны выкинуть и все. А вот что мы должны выкинуть, это говорит такая техника, как конфлейшн. То есть, к примеру, конфлейшн говорит, высылай просто последнее известное данное. То есть пользователю не надо вся эта история изменений, сколько за секунду, раз, сто раз поменялась цена. Пользователю надо один раз только за секунду, к примеру, последнее значение. И пользователь все равно будет получать актуальную информацию просто уже не так часто. Либо мы можем брать какое-то среднеарифметическое, то есть верное было мнение вот в этой части зала. Либо максимальное, минимальное, медиану, все что угодно. То есть мы берем какую-то пачку данных, схлопываем, отправляем одно сообщение. И в то же время нам надо как-то переделать архитектуру нашего сервера. То есть у нас до этого что было? До этого просто сервер подключался к источнику данных и с той скоростью, с которой этот источник данных отправлял, он просто отправлял это все на WebSocket. Здесь мы должны его разбить, по сути, на три части. Первая часть – это какие-то принимающие треды. То есть они будут принимать данные с той скоростью, с которой они приходят. Потом они будут записывать эти данные в какую-то shared memory. И с другой стороны будут уже читающие треды, которые отправляют на клиента. Они будут использовать ressembling и conflation и слать уже с той скоростью, с которой мы сами хотим, чтобы клиент получал, например, три раза в секунду. Также мы поменяем немножко представление наших данных. У нас есть подписки. То есть подписка – это, например, цена акции на какую-то конкретную компанию, например, на Apple. И подписка эта у нас характеризуется какими-то данными. То есть вот эти акции у нас есть, вот эти цены у нас есть. И мы для каждой нашей сессии, то есть для каждого нашего connection мы берем и ставим в соответствие к этой подписке, сколько конкретный клиент хочет получать в секунду. Например, вот веб-клиент, он хочет получать, к примеру, два раза в секунду. А мобильный клиент хочет, к примеру, реже получать, потому что мы не хотим сильно батарейку садить. То есть для каждой подписки мы храним в соответствии какой-то rate limit. Например, там столько-то. Здесь понятно пока? У кого-нибудь вопросы есть? Нету? Это все внутри вот этой коробочки, внутри нашего сервера. Ну окей, тогда поехали дальше. Давайте посмотрим демку. Вот это было наше старое, где, в принципе, данные передавались так же, как и принимались. Вот этот демка уже немножечко… Здесь мы уже задаем максимальное количество раз в секунду, которые хотим получать. К примеру, это у нас здесь три раза в секунду, по-моему. То есть мы с вами видим, что циферки часто мигают, но как минимум уже можно что-то понять. Конечно же, эта желтая подсветка, она раздражает, но я скорее ее добавил специально, чтобы было видно, как часто все мигает. Также тут сразу можно заметить, что у нас график погрубел. Видите, здесь нам данные присылались очень часто, а здесь уже реже. Но это скорее уже может быть решаться, например, в какую-нибудь более крутую библиотечку для рисования графиков, использовать, где там сглаживал, чтобы она сглаживала и так далее. То есть просто пример демонстрирует, что мы теперь меньше данных получаем реже. Также вот в этом примере у меня есть такая колоночка resampling. То есть, например, по акциям Apple мы получаем каждое сообщение сервера и каждое сообщение передаем на клиент. То есть одно из одного мы передаем. А вот в этом примере только примерно одно из 27-28 мы передаем на клиента, остальные мы просто дропаем. Вот так мы добились того, что пользователю мы уже можем конфигурировать, сколько он хочет взять. Теперь давайте посмотрим код. Здесь я использовал обычный Spring, Spring Boot и обычный Spring WebSocket. Если вы попробуете загуглить Spring WebSocket Hello World, то вам, наверное, тоже предложат заимплементить вот такой интерфейс, текст WebSocket Handler, и в принципе там будет что-то похожее. То есть здесь я ничего, кроме этого, такого не использовал. Просто дальше Core Java. Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас есть вот эти вот структуры данных, даже вот так, наверное. Это информация о подписке. То есть вот, например, акции Apple. Вот это список всех WebSocket, через которые мы будем их раздавать. И каждому WebSocket мы ставим в соотношение какую-то структуру данных, где храним частоту. Сколько мы будем раз в секунду конкретно в этот WebSocket отправлять данных. Здесь я использовал из Goa Rate Limiter. Я не буду останавливаться сильно, как это работает. Может, это сталкивался, может, нет. Это класс, которому ты передаешь сколько-то раз в секунду что-то хочешь делать, и ты у него спрашиваешь, могу я сейчас, нет, могу я сейчас, нет, могу, да. Он просто помогает какую-то частоту задать. Здесь у нас также есть Snapshot. Это вот этот вот Shared Memory, про который я рассказывал. То есть когда мы будем принимать данные, мы будем писать в этот Snapshot. Тут скорее я храню просто последнюю копию. Последнюю копию, которая у нас есть. То есть в плане Conflation я использую самый простой вариант. Последние данные, которые есть, я отправляю. Я никаких там средних ароматических здесь не считаю. Также у нас будет генератор рандомных прайсов. Он просто генерирует. И у нас есть хешмапа, где хранятся все наши подписки. Например, Apple. И вот у нее есть SubscriptionInfo. В ней есть все вебсокеты. И каждому вебсокету в соответствии какой-то рейд ставится. Вот это такая структура данных. Вот эта вот часть относится уже к получению, к приему данных от вот этого источника. То есть у нас есть какой-то рандом генератор. Мы ему добавляем листинер. И вот этот код будет исполняться с такой скоростью, с которой мы будем получать данные как бы извне. Ну здесь в нашем случае из генератора. Здесь мы, как только мы получаем порцию данных, мы находим подписку, к которой они относятся. Например, это пришли данные по Apple. И просто мы в эту хешмапу их кладем. И все. То есть эта часть ресивер-трэдс кладут в shared memory. Вот эта часть уже про то, как мы будем отправлять данные на наш клиент. То есть это какой-то скедуль, какой-то трэд-пул, который будет постоянно нам что-то делать. Он проходится по всем нашим подпискам. Там Apple, IBM, Tesla, любые акции, которые хочет просматривать данный клиент. И каждый из этих подписок, он смотрит, какие веб-сокеты подсоединены. И для каждого веб-сокета он смотрит, можем ли мы сейчас отправлять по частоте. То есть, к примеру, вот этот вот код, он вернет нам true, если мы, например, задали три раза в секунду, то есть он только будет true возвращать три раза в секунду, а остальное false. Потом следующая секунда проходит, он опять возвращает только первые три раза true, потом false. И rate limiter позволяет нам… Ой, скорее даже не так, наверное. Он будет нам… Ну, в общем, примерно мы задаем раз в сколько секунд, он должен вернуть true нам. И мы его постоянно дергаем, он иногда нам возвращает. То есть, он обеспечит, чтобы они равномерно были. Да, здесь, по сути, ну, вот этот цикл, он закончится, когда мы пробегаемся по всем сабскрипшенам, а вот эта штука просто, этот код будет исполнять там каждые 10 миллисекунд. То есть, мы пробежались по всем, потом через 10 миллисекунд опять пробежались, опять пробежались, но отправляем данные только когда частота какая-то разрешена. Да, отправка, это она синхронная, да. То есть, если зайти в send, мы видим, что мы опять в этот thread pool сабмитаем что-то, и там оно дальше отправляется. Здесь я так упростил. Ну, и отправка данных сама ничего такого себя не представляет, просто мы в JSON эту хешмапу как-то сериализуем и пишем наш вебсокет. Вот. Также вот этот метод, он показывает, что наше серверное приложение принимает от клиента. У нас, как я уже говорил, мы используем publish subscribe, поэтому клиент может прислать нам либо subscribe, я хочу получать какие-то данные, либо unsubscribe. Если клиент присылает subscribe, то он говорит, с какой частотой он хочет получать. А это, в принципе, прикольно, потому что, например, там для мобильного клиента мы можем сказать, реже обновлять данные, чтобы не садить там батареечку и трафик не тратить. Для десктопного клиента нам все равно, мы можем чаще. Даже на одном и том же приложении у вас может быть какой-то скрин, где будет такой большой репорт, там 100 каких-то там позиций, и вам нет смысла его очень часто обновлять. Можно там раз в секунду. Но если пользователь кликает на одну, там посмотреть более детально акции Apple, там можно уже часто показывать. То есть даже на одном, по сути, приложении может понадобиться с разной частотой данные. Ну и сам subscribe, он, в принципе, ничего сложного не делает. Он просто кладет в эту мапу пустую структуру данных про эту подписку, создает trade limiter и в веб-сокетную сессию нам добавляет списочек, и генератору говорит, начинает засылать данные. Вот. Unsubscribe, он просто удаляет из списка веб-сокетных сессий одну сессию. Все, больше тут ничего нет. Давайте, может быть, какие-то вопросы по этому коду, где-то было что-то… Да, пожалуйста. Так, ты имеешь в виду вот этот код отправки, да? Он всегда будет отрабатывать каждые 10 миллисекунд. То есть, считай, мы постоянно крутимся. И, ну, получается, что да, если данных еще не было, то мы все равно этот rate limiter отщелкнули, и мы ничего не прислали. Но этот пример, он скорее такой, демонстрационный. То есть, понятно, что можно там оптимизации делать, а не ставил цель, и такой полный production solution уже здесь им приметить. Еще пока вопросы есть какие-то у кого нет? Да, пожалуйста. Нет, здесь… Сейчас посмотрим. Так, когда он подсоединяется… По-моему, здесь есть callback, author connection established. Ну, у нас скорее нет чем, да. То есть, здесь скорее какой-нибудь нео будет под капотом. И здесь у нас вот один, по сути… Вот у нас thread pool один, в котором, в принципе, все происходит. То есть, не будет такого, что тысяча клиентов получилось, тысяча тредов. То есть, они подсоединяются, а вот у нас один thread pool, в нем их восемь. И мы с этого… Честно говоря, я не смотрел. Возможно, да, возможно, нет. Но здесь скорее для веб-сокетов лучше использовать, конечно, нео, потому что каждый thread на веб-сокет делать это слишком много. Вот. Ну, окей. Да. Здесь я показываю только часть, которая принимает данные с биржи и показывает. То есть, отправку ордеров здесь нет. Ну, окей. Давайте тогда двигаться дальше. Вот эта оптимизация, она уже нам много чего принесла. То есть, до этого у нас примерно было 33 килобайта в секунду трафик. После вот этой оптимизации у нас стало 2 килобайта в секунду. То есть, мы на 95% еще сократили данные. Много данных. Мы платим за хостинг, например, на Амазоне. Отдаем данные. Плюс клиенту они приходят большой пачкой. То есть, поэтому, конечно же, уменьшать данные надо на сервере, чтобы сервер меньше стал, а не то, чтобы клиент все принимал, а потом на клиенте где-то фильтровать. Опять-таки, здесь еще я включил, померил с включенным GZIP. То есть, если вы на продакшене будете использовать веб-сокет, HTTP, там уже GZIP, скорее всего, будет включен. Поэтому это вот эта оптимизация плюс еще GZIP запаковка. Вот все равно он дает нам 95% эффективности. Что же можем сделать еще дальше? Как вы думаете, что капитан нам еще предложит? Нет идей? Давайте еще меньше данных отправлять. Ну, как нам еще оптимизировать? Только Apple. Ну, клиенту надо и то, и то, например. Да, да. Я сейчас… Классная идея. Я еще приз тебе подойдет потом. Это еще. Я теперь расскажу про еще несколько таких техник, как можно еще меньше данные. Но тут надо смотреть на ваш use case. Может быть, уже вот это ограничение частоты уже достаточно. Может, остальное вам не нужно. То есть, ну, на всякий случай давайте посмотрим. Первое – это схема. То есть, вот представим, что у нас есть какой-то набор данных, вот этого Apple. Там может быть не 5 полей, там может быть 30 полей, 100 полей, сколько угодно. И нам все эти поля не надо получать. У нас есть мобильный фронтенд, которому, в принципе, на экран они даже не влезут. То есть, можно только два, например, их вот отобразить, и все. И мобильный фронтенд говорит, присылай мне мне, пожалуйста, только эти два поля. А, например, десктопный фронтенд говорит, присылай мне все поля, я хочу все отображать. И все. Больше ничего сложного тут нет. Просто давайте передавать только те поля, которые нужны. В REST API есть тоже подходы, как мы можем сказать, какие поля нам нужны, но, честно говоря, практически никогда не видел, чтобы кто-то этим заморачивался, когда REST API делает. Обычно делают какой-нибудь REST сервис, если такой большой махровый такой enterprise, то там просто REST сервис вот такой огромный-огромный возвращается, а приложение там так, вот это мне надо, вот это, вот это. К сожалению, никто особо не заморачивается. В стриминге это больше смысл имеет, так как мы постоянно будем передавать эти данные. В Delta Delivery вот было мнение, то есть что можно передавать только изменения. Это как раз об этом. То есть вот у нас есть, например, какие-то данные, мы передаем их от сервера на клиент. Но если присмотреться к этим данным, то получается, что мы передаем то, что уже раньше было передано когда-то. То есть не все данные, которые мы передаем, они новые. То есть что-то мы уже раньше передавали, клиент об этом уже знает. Так давайте просто первым сообщением передаем весь набор полей, а потом дальше будем передавать только то, что поменялось. И этим тоже мы можем сэкономить наш трафик. И третье это position-based protocol. Теперь такое простенькое задание. Вот вы видите JSON, и вы видите такое представление данных, как и разделенных вертикальными палочками. Здесь у нас одни и те же данные, слева и справа. Давайте вот скажите, как вы думаете, во сколько JSON больше места занимает, чем то, что справа. Вот поднимаете руки и высказываете мнение. Ну вот конкретно вот этот. В пять раз. В семь раз. В два с половиной. Один. Столько же, да? Окей. Пять. Еще сколько было? Шесть, да? Шесть. В общем-то здесь получается примерно чуть больше, чем в четыре раза. Поэтому давайте, там, те, кто говорил два с половиной, и тем, кто говорил пять, подходите, потом получите призы. Вы наиболее близко попали. Если у нас Delta Delivery, то есть если мы, к примеру, берем, отправляем только какие-то изменявшиеся данные, то все равно здесь у нас получается выигрыш, даже если мы не постоянно отправляем. Я тут не буду сильно много вдаваться в подробности, потому что мне кажется, всем и так понятно, как это сделать, то, что я рассказывал. Я просто покажу демку, и код здесь показывать не буду. Так, вот у нас был пример, где мы просто max frequency ограничили. Здесь я еще вывожу, сколько символов в секунду я принимаю. Да, мы храним то, что мы отправляли, принимаем новое, смотрим, что поменялось, отправляем, да. Вот, то есть у нас примерно 5800 символов в секунду. Если мы включим схему, то мы увидим, что примерно там 1600, просто потому, что если вот здесь посмотреть… Давайте выйдем из дебага. То есть если посмотреть, сколько нам тут всего приходит, то я на самом деле специально такой пример подготовил, где просто куча-куча левых данных приходит, а здесь мы с вами увидим, что приходит уже значительно меньше. Потому что клиент уже говорит, какие ему данные нужны, и только которые, то есть видим, здесь уже вот шесть их всегда. А здесь, например, их очень много приходило. То есть мы просто схемой сказали, прислали нам только те данные, которые нужны. Дельта деливери, то есть было примерно тысяча… Вот со схемой примерно было 1700, дельта деливери уже меньше, вот 1500. Мы еще немножко сэкономили за счет того, что только разницу посылаем. И примерчик с позицион-бейс протоколом. Вот у нас тут было примерно 1400 где-то. Когда мы ушли от JSON, вот у нас стало где-то 600. То есть все-таки те, кто говорил два с половиной раза, были более правы, потому что для конкретного кейса вот этого приложения это так. Но понятно, что тут зависит тоже от ситуации. Сколько у вас данных, какие длина полей вообще в JSON, может быть, можно их все в одну букву передавать. Окей. Вот примерно столько мы получили выигрыша. То есть, опять-таки, используя схему, можно очень много выиграть, можно немного. Остальные техники, они по чуть-чуть, по чуть-чуть вам еще уменьшают. Поэтому тут надо смотреть, имеет ли смысл их внедрять или можно как бы забить на них. Но если вы хотите вообще максимально-максимально оптимизировать, конечно, все это нужно сделать. Отлично. Наш капитан доволен. И следующее, о чем бы хотел поговорить, это скорее вот о таких случаях. Когда вот бывали, наверняка у всех бывали ситуации, когда вы, например, едете в автобусе, и он в какой-нибудь туннель заезжает, и там интернет-соединение немножечко падает, или вы выезжаете из крупного населенного пункта, и там тоже интернет плохой, медленный. Давайте подумаем о таких пользователях. То есть что произойдет, если медленный интернет? У него он просто не сможет пользоваться нашим приложением, потому что мы отправляем данные быстрее, чем он может себе принять. И вот у нас сервер, который отправляет нам, к примеру, большое количество данных. Где-то на пути к клиенту какой-то сегмент сети, который их не может пропускать, и поэтому клиенту доходит вот такой вот маленький ручеек. И что нам нужно сделать? Нам надо как-то от клиента получать обратную связь, какие-то acknowledge. То есть мы послали кусочек данных, клиент говорит, окей, высылай дальше. Потом мы следующий высылаем, и тогда мы сможем контролировать, мы можем максимально использовать пропускную способность сети. Я буду показывать на примере, будет более понятно. И вот на самом деле вот эта вот фишечка, примерно 10 строчек кода, наш код начинает, будет работать вот так, наше приложение. Давайте посмотрим. Так, это мы закрываем. Вот здесь я опять вернул очень быструю чистоту, чтобы просто немножечко лучше видно было. И это приложение, оно уже оптимизировано под такое. Я использую прокси, Charles, который позволяет нам симулировать проблемы сети. То есть клиент коннектится к прокси, прокси коннектится к серверу, и прокси может эту вот задержку делать. Давайте теперь включим ее. Здесь такая кнопочка есть. Включаем. И что мы видим? Что приложение продолжает нормально работать. То есть ничего не останавливается, все продолжается. Данные актуальные приходят. Просто они приходят уже не так часто. Мы уже можем меньше изменений. Видите, как изменился ресэмплинг. Теперь приложение только одно из 45 примерно передает. То есть сервер динамически меняет этот ресэмплинг в зависимости от того, какая у нас пропускная способность сети. Потом, например, сеть у нас восстановилась, и опять данные получаются. То есть это тоже актуально. Вот здесь у меня есть дилей. То есть я на сервере беру таймстэмп сервера передаю и сравниваю с тем, который на клиенте. Вот если у нас проблем сети нету, дилей, видите, практически нету. Если включить, мы видим, что дилей, он тоже какой-то появился, но это тоже нормальные данные. 300 миллисекунд дилея – не такая большая проблема. То есть в принципе у нас актуальные данные присылаются. А сейчас покажу, что будет. Вот это пример наш. Сейчас мы проблемы сети выключим. Вот это был пример самый первый, где никаких оптимизаций нет. Что будет происходить, если проблемы сети? Вот сейчас мы их включим. Вот, смотрим. Видите, у нас уже данные не могут проползти здесь. То есть сервер продолжает этот поток данных высылать. Вебсокет, как я уже вначале говорил, падение продакшена. Вот. Вебсокет он просто пытается передать как есть. И мы видим, что дилей здесь накапливается. То есть это означает, что мы все более и более устаревшие данные получаем. сервера. И в конце концов просто какой-нибудь буфер забьется, и они не пролезут. Вот эта оптимизированная версия, она продолжает нормально работать. Мы видим, что просто пользователь менее четкие данные. То есть если бы это была онлайн-игра, или если бы был Uber, то просто машинка бы вот так вот по карте ездила, но там не такая по четкой траектории. Я бы хотел еще, наверное, показать код, и может быть потом меньше вопросов будет. Теперь давайте просто я сравню прошлый пример кода с новым, и мы увидим, что поменялось. Скажите, видно ли так? Нет? Так просто еще хуже, мне кажется. Так. Кто помнит, как отключить? Вот она. Ок. Так лучше? Хорошо. Значит, смотрим, что у нас поменялось. Вот эта штучка у нас была добавлена для того, чтобы реализовать схему и Delta Delivery. То есть я не буду на этом останавливаться. Вот у нас появился флажочек для каждой сессии Acknowledge. То есть мы его пока что вставим в True. Это просто флажок, который для каждого в AppSocket, для каждой подписки. Дальше что? Здесь помимо того, что мы лимит проверяем, мы еще сбрасываем этот флажочек. То есть мы смотрим, если Acknowledge был получен, мы сбрасываем его в False, только тогда отправляем данные. То есть этот код, пока следующий Acknowledge мы не получили, мы не будем ничего отправлять. И еще одно изменение вот здесь. Вот это метод, который принимает запросы от клиента. Клиент начинает нам все равно передавать, тоже передавать Acknowledge. И как только мы его приняли, находим подписку и вставляем флажок в True. Все. Больше изменений… Ну, это изменение не относится уже к этому улучшению. Это уже просто схема была. В принципе, там 10 строчек кода, и вот у нас уже оптимизированный такой вебсокетный backend получается. После вот этих добавлений этого флтолеранса у нас трафик возрастает. Почему? Потому что мы начинаем еще обратно эти Acknowledge слать. Поэтому мы немножечко обратно откатились. У нас уже не 310, а 400. На самом деле цифры маленькие, поэтому можно сильно не переживать. Ну, подумаешь, там лишних 100 байт в секунду. Зато у нас пользователи не убегут. И последнее, о чем хотел бы сегодня рассказать, это, как я уже говорил, трафик, он стоит денег. То есть вы можете хостить ваши сервера на Амазоне, вы платите за исходящий трафик. Клиент, когда у него мобильное приложение, тоже чем больше данных перекачивается, больше садятся батареечки. То есть надо об этом постоянно думать. И у нас есть какие-то платящие клиенты, которые, к примеру, нам не жалко. То есть они платят деньги, мы им передаем все данные, как есть. А есть какие-нибудь бесплатные клиенты, например, реальные аккаунты, либо в трейдинге это какой-нибудь демо-счет можно открыть. И мы не хотим сильно растрачиваться на таких клиентов. Поэтому нам надо как-то сделать. У нас есть, к примеру, выделить этому человеку, допустим, 200 килобайт в секунду максимум. И более того, если он, например, законнектился из двух разных девайсов, то надо все равно эти 200 килобайт на него поделить. Иначе он может быть хитрым, и он может просто посмотреть, как мы используем API, и сам открыть сотню этих веб-сокетов, и пользоваться, по сути, платными фичами, так же, как платный клиент. Плюс мы его немножко мотивируем платить нам деньги, потому что ему будет меньше данных доходить. Код я уже показывать не буду, я просто покажу, как это выглядит. Вот у нас есть страничка, где измеряется вот сколько… А, у нас проблемы сети до сих пор включены. Вот. Где измеряется, сколько мы передаем? Примерно вот 600… Это не байт, это символы, которые уже разгзиплены в JavaScript. Мы сейчас попробуем от этого же пользователя просто несколько окошечек открыть и посмотреть, как распределиться между ними трафик. Так, вот одно. Вот второе, вот третье. Мы видим, что здесь просто я константно забил, что ему только тысяча символов в секунду, килобайт практически в секунду передавать. И вот весь этот трафик поделился между тремя окошечками. Давайте вот это вот грохнем и посмотрим. Сейчас мы увидим, что трафик начнет распределяться между этими двумя. Вот видите, тут 600, тут 300 стало. Где-то тысяча примерно ему было выделено. Тут я никаких сильных оптимизаций не делал, потому что тут тоже надо смотреть, кому ты отдаешь, кому отдаешь меньше. То есть здесь у меня очень-очень просто работает все. Наверное, код… У меня такой рекомендации нету. Скорее, тут у нас это работает, но я сейчас не могу сказать, как там запилено. То есть просто скорее, что надо об этом как-то подумать. Вот я это хочу сказать. Вот. Теперь готовы ли мы вообще к продакшену? В принципе, можно создавать свои какие-то решения. Это может быть хороший велосипед, который даже ровно едет, но если стоит задача сразу, чтобы во что бы то ни стало, вот я уже сегодня хочу, например, чтобы у меня это работало, что мне делать? Мы используем вот такую штучку. Это коммерческий продукт. Я не буду сильно про него рассказывать, но он реализует все вот эти вот вещи у себя под капотом. То есть это какой-то как application сервер, который оптимизирован исключительно под веб-сокеты. И в этот application сервер ты просто вставляешь свои адаптеры. То есть я хочу отдавать ему данные, а ты раздавай их. И я ему предоставляю информацию о пользователе. То есть кому какой лимит, сколько трафика и так далее. И он, все вот эти оптимизации, у него под капотом уже заложены. В своем докладе я просто рассказал, что там есть, то есть на что стоит обратить внимание. То есть можете это не использовать, можете самому пилить на Java. Но вот через эти вещи вам нужно будет пройти. Итак, с чем можно сегодня уйти с этого доклада? Вот здесь я собрал статистику примерно сколько каждая оптимизация нам принесла. И как вы видите, первое, что нужно сделать, ограничить частоту, если у вас слишком быстро. И вы на этом уже очень много выиграете. А дальше уже такие точечные вещи. Добавим схему. Схема тоже неплохо получилась. Добавим delta delivery чуть-чуть. Добавим position-based протокол, выкинем JSON чуть-чуть. То есть тут уже зависит от того, насколько вам надо дальше тюнить. Ну и дополнительная вот эта вот fault tolerance, чтобы проблемы сети трекать, она немножечко тянет у нас трафика. Что почитать по этой теме? Честно говоря, я вот почему доклад готовил, очень мало вообще информации, как на WebSocket строить архитектуру. Я нашел вот такую книжку, но скорее в ней описывается там WebSocket, WebRTC, там браузер нетворкинг, сервер-сайд-эвентс, так более немножечко детально, но архитектуры именно бэкэнда там нет. То есть это как дополнение к тому, что можно было сегодня у меня послушать, если более подробно про WebSocket и хотите почитать, можете почитать там. Она, кстати, доступна бесплатно вот по этой ссылочке. И вот этот вот продукт этот, можете просто зайти, почитать документацию к нему, и в принципе эта документация во многом не помогла подготовить этот доклад. То есть там рассказывается про вот эти все подходы, как они это делают, но понятное дело, что исходники никто не даст, просто можно почитать и у себя такой заимплементить. И можете посмотреть вот этот доклад от всего вот этой компании More Than Just WebSockets in Real-Time Multiplayer Games. То есть он берет похожий пример, как у меня, только там онлайн игра, и он показывает, вот если у нас много пользователей заходят, к примеру, и неоптимизированный сервер, как себя ведет, и хорошо оптимизированный сервер. И вот на основе вот этого лайстримера он показывает. И в первую очередь думайте о пользователях, то есть чтобы им не показывать данные, чтобы у них глаза просто там не лопнули. Потом оптимизируйте трафик, но тоже reasonable. И наконец думайте о плохом соединении, вставляйте различные механизмы. И теперь, если есть время на вопросы, и еще пока я буду отвечать на вопросы, вот код этих примеров можно посмотреть здесь. Спасибо за внимание.